Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Татьяна Александровна, разрешите от имени ученых и врачей НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра поздравить благотворительную общественную организацию «Семья и психическое здоровье» с 20-летиями. Родоначальником этой организации был Василий Степанович Ястребов. Он и наш учитель, учитель томских психиатров и клиницистов. В 2009 году на первой межрегиональной научно-практической конференции «Психическое здоровье семьи в современном мире» выступала Татьяна Александровна Солохина. И с тех пор мы дружим с благотворительной общественной организацией «Семья и психическое здоровье», проводим конференции, участвуем в конференциях, работаем. Сегодня я представляю доклад «Семицентрическая реабилитация и профилактика психических расстройств» как основополагающие принципы и технологии улучшения общественного психического здоровья. Позволю напомнить, что вне психического здоровья в Томском государственном университете, в Сибирском государственном университете, в Томске работают профессионалы в сфере психиатрии, психиатрической генетики, психического здоровья, психологии семьи, клинической психологии для всех жителей Томской области, Сибирского федерального округа, других регионов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и территории Евразии. Начиналось все более чем 144 года назад, когда открывался первый за Уралом Императорский государственный университет. Основателем и побечителем этого университета наряду с Дмитрием Ивановичем Менделеевым был Василий Маркович Флоринский, русский ученый, врач-акушер, который работал с семьями своих пациенток и в своей книге «Совершенствование вырождения человеческого рода» он говорит, а может ли быть в числе земных благ что-нибудь дороже здоровья и жизни? В начале 20 века, когда в Томске была открыта Сибирская кровевая психиатрическая учебница, там работал выпускник медицинского факультета Томского Императорского университета Александр Гедальевич Сыпис. Он работал не только с душевно больными, но и с их родственниками, семьями, и опубликовал научную монографию «Наследственность и возрождение предушевных заболеваний». Понятно, что в современных условиях возрастает научный интерес к явлениям долгосрочным, которые развиваются на протяжении всей жизни как отдельного человека, так и семьи, общества и нации в целом. Происходящие трансформации семьи и особенности ее функционирования в современном мире, ну, в частности, новые семьи и формы семейного устройства, социально-демографические и миграционные процессы, наблюдающиеся в настоящее время тенденции к интегративному знанию в сфере психического здоровья, использование трансдиагностического подхода, дименсиональных критериев, доменов, психологических феноменов. Безусловно, несомненное влияние социальных вызовов, в частности, законодательные инициативы, либерализация общественных правил, гендерно-этнические отношения определяют актуальность междисциплинарных, интегральных подходов к решению проблем психического здоровья на принципах семьяцентрирования, как мы предлагаем. Диагностика и квалификация три единых отношения в семье – супружество, родительство и межпоколенных связей или родства в пространстве как нуклеарной, то есть родительской семьи, так и расширенной семьи определяют особенности и проблемы, в том числе и психического здоровья, на разных стадиях жизненного цикла семьи из нескольких поколений и предложенного нами понятия онтогенетический цикл семьи, где мы наблюдаем стадии семейно-генетического кризиса. Конечно, в современных условиях генетическое тестирование дает информацию об уникальных особенностях генотипа человека, а выявление коморбидных психическими расстройствами наследственных заболеваний дает корреляцию между проявлениями генома и особенностями их фенотипического проявления. Нами выделено при этом три группы коморбидных с психическими расстройствами Известен такой феномен как психогенеалогия, но в настоящее время психогенеалогия позволяет определить здоровье членов семьи и возможность выделения групп реального биологического генетического риска психических расстройств, что было подтверждено нами в исследовании нарушений привязанности в российских семьях и созданием вот такой модели песочных часов, когда критической точкой нарушения привязанности является завершение рода. Как известно, сейчас существует такое движение как Child Free. Невозможность или нежелание индивиду продолжать свой род. Также не могу не обратить ваше внимание на ситуацию последних уже трех лет, когда число сметрия от COVID-19 в мире превысило почти 6,28 миллионов человек. В большинстве случаев это были пожилые и взрослые люди. По российским данным, в стране скончалось более чем 370 тысяч человек. Скончавшиеся это взрослые люди в основном были, но у погибших остались дети и внуки, которым безусловно пришлось пережить смерть близких, в общем-то неожиданную смерть. Эпидемия COVID-19 привела к тому, что более полутора миллионов детей, в том числе и в России, потеряли одного или обоих родителей, бабушек и дедушек и других близких родственников. Причем в целом в пять раз больше детей потеряли отцов, чем матерей. И вот этот такой сложный феномен в мире обозначается как скрытая пандемия сиротства. Это глобальная ситуация. И, как пишет Сет Флаксман, мы не можем позволить себе откладывать принятие мер, которые навсегда меняют вот эту ситуацию с COVID-19, меняют жизнь детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. В настоящее время, конечно, и не только дети и подростки, но и молодые люди, и люди зрелого возраста остались без своих близких. Поэтому они, безусловно, попадают в группы риска. В период эпидемии в обществе, начальной структурой единицы которого все-таки до сих пор является семья, актуализировалась проблематика взаимодействия между членами семьи в режиме самоизоляции карантинных мероприятий, в ограниченном пространстве и местопроживании, обострились хронические заболевания на фоне распространения тревожности в связи с непредсказуемостью последствий эпидемии. Также произошло изменение режима труда и формы труда обучения и отдыха. Конечно, мы понимаем, что семья имеет региональные, этнические особенности, формирует общую, культуральную, поведенческую, национальную среду. Основные привычки, в том числе и пищевые, очень важные. В семье одновременно присутствуют родственники разных поколений возрастов, детского и подросткового, молодого и зрелого, пожилого и старческого. Безусловно, очевидно, что нарушением психического здоровья могут наблюдаться у лиц разного возраста, представителей разных поколений со своими особенностями. Поэтому семейное функционирование и адаптация, которые описываются предложенной нами психолого-генетическими феноменами, психогенеалогией, комплексом паспорт здоровья семьи с определением адаптационно-превентивного потенциала семьи, являются в определенной степени интегральными критериями, которые учитывают многомерную совокупность показателей психического здоровья и учитываются в системе как психосоциальной реабилитации, как семейный диагноз, семейная генетическая превенция, психическое здоровье семьи, так и на разных уровнях оказания психиатрической помощи и в сфере общественного психического здоровья. И в частности вот здесь на этой схеме показаны модель интегративно специализированной помощи пациентам за последние годы. И мы видим, что оценка эффективности предусматривает в обязательном порядке оценку семейного благополучия пациентов. А теперь позвольте перейти к частным вопросам семейно-центрической реабилитации и профилактики. Все вы, конечно, уважаемые друзья, знаете, что в октябре месяце каждого года проводится Всемирный день психического здоровья. А вне психического здоровья с 1993 года проводится вот этот день психического здоровья, который предоставляет уникальные возможности для общества сделать психическое здоровье всеобщим приоритетом и базовым элементом общего здоровья, личности ее благополучия, для широких слоев населения возможность информирования, обучения, вовлечения в это массовое международное движение, получение безвозмездной профессиональной помощи, специализированной для служб здравоохранения, интеграции процесса лечения психических расстройств в деятельность многих учреждений в рамках реформ здравоохранения. Реализовано в рамках вот этого проекта два научных таких больших проекта. Это анализ 20-летнего с 1993 по 2012 годы проведения Дня психического здоровья и проект клиника-психологическая модель антирецидивного поведения, основанная на взаимодействии душевнобольных, их семей, лиц из общей популяции профессионалов в сфере психического здоровья, где мы исследовали феномен повторной госпитализации, создавали модель и определение, что такое антирецидивное поведение. В настоящее время реализуется проект «Привязанность к дому как фактор сохранения психического здоровья в семьях новые междисциплинарные подходы к изучению домашней среды». Конечно, мы знаем, что наиболее уязвимыми сферами жизни в семье респондентов с хроническими психическими расстройствами и тем более с повторными госпитализациями являются как раз отношения с окружающими и близкими их людьми. И это было показано вот в проекте «Антирецидивное поведение». Были выявлены особенности ежедневной деятельности дома, в семье, в которой будут участвовать наши пациенты. Известен феномен привязанности к месту. И под местом многие исследователи понимают воображаемую или реальную территорию, страну, дом, район. И понятно, что в ходе взаимодействия человека с домом, с домашней средой проявляется возможность удовлетворения потребностей в сохранении семейной истории, личностной, групповой идентичности. И домашняя среда в целом, конечно же, является комплексом позитивных чувств и переживаний по отношению к дому, как личностно значимому месту, влияющему на поведение и ценности. И в то же самое время пространство домашней среды, безусловно, формируется в том числе и семьей. Поэтому в нашем исследовании был опробирован, в согласии авторов, экспериментальный психологический опросник, привязанность к дому с выделением двух блоков – эмоционально-смысловой и функциональной привязанности к дому. Всего было исследовано 4 группы лиц. Это пациенты с шизофренией и шизотипическим расстройством, группа здоровых лиц молодого возраста, был проведен онлайн опрос. И также, обращаю ваше внимание, в 2021 году был проведен «День психического здоровья», и мы смогли привлечь к участию в нашем проекте участников вот этого «Дня психического здоровья», потребителей специализированной психиатрической помощи и их родственников. Здесь представлены дальше основные результаты, полученные в нашем исследовании. В группе здоровых респондентов – это были студенты молодого возраста, средний балл, сила значимости дома для его обитателей оказался самым минимальным, и он равен 3,55. Поэтому эмоционально-смысловая привязанность была на более низком уровне, еще меньше проявлялась функциональная привязанность к дому. Для больных с шизофреническими расстройствами был определен средний балл уже выше – 4,14. И вот эти группы вопросов и ответов, которые разделены на функциональную привязанность, эмоционально-смысловую, показали, что пациенты с хроническими психическими расстройствами дают очень часто на одни и те же вопросы противоположные ответы – совершенно, например, согласен и совершенно не согласен. Очень интересные результаты оказались при анализе ответов на этот опросник участников Дня психического здоровья. Пользователи специализированной консультативной помощи показали самый низкий из четырех групп средний балл – 3,43. Еще раз напомню, что это проводилось в прошлом году, когда все-таки были однозначно ограничения. Еще были пациенты с коронавирусной инфекцией, были в наших клиниках пациенты уже с постковидными состояниями. Конечно, в этот период описаны многочисленные разнообразные проблемы в сфере психического здоровья в семьях лиц разного возраста. А вот в группе родственников и значимых близких лиц продемонстрированы самые большие оценки среднего балла – 3,4,35. Вот в этой таблице это кратко показано. Таким образом, исследование с помощью этого опросника привязанности к дому показало, что пациенты с шизерническими расстройствами, у них увеличение среднего значения общего балла по сравнению как со здоровыми лицами, лицами, участниками проекта День психического здоровья и, конечно, противоречивость ответов мы связываем с нейропсихологическими нарушениями в группе этих пациентов. А вот родственники и близкие продемонстрировали наибольшее значение, что может однозначно являться фактором адаптации ресурсными такими возможностями. Таким образом, выявлены некоторые особенности привязанности к дому и субъективного отношения к домашней среде в перспективе могут стать определенными индикаторами состояния психического здоровья у лиц с ментальными нарушениями и у лиц из групп риска, то есть родственников. Но, безусловно, это требует дальнейших междисциплинарных исследований. Также в 2021 году был проведен онлайн-опрос о осведомленности и отношении населения к проблеме интеграции в общество людей с аутизмом. Очень разнообразно были получены ответы на вопросы об аутиологии, о различных диагнозах, о проявлениях, о взаимодействиях в семьях. Но я обращаю ваше внимание, что почти 90% респондентов, отвечая на вопрос о возможности улучшения качества жизни и дальнейшей самостоятельности жизнедеятельности человека с диагнозом аутизм, были согласны с тем, что с помощью специализированных, таких многопрофильных терапевтических развивающих программ есть возможность повышения качества их жизни. Конечно, в эти годы продолжалось и семейно-генетическое консультирование, в том числе онлайн. И в заключении я хочу остановиться вот на таких итоговых моментах, что семицентрическая реабилитация и профилактика вписывается в систему устойчивых тенденций к оказанию психиатрической помощи по новому, потому что прежде всего наиболее востребованным являются лечебные программы, которые удовлетворяют населению. Население, отдельных людей, их семьи и так далее. И, конечно, те программы, которые эффективны на всех, да, пока оказание помощи. Мультидисциплинарный подход к организации и лечебно-генетационных программ является основой современной специализированной психиатрической помощи. Этот подход реализуется на разных уровнях. Как мы уже говорили, на уровне пациента, его семьи, местным. То есть это городской, областной, региональный, государственный, что особенно важно для укрепления общественного здоровья. И вот эти положения согласуются с инициативой актуальной Всемирной организации здравоохранения реабилитации 2030, которая предлагает реализацию концепции реабилитационной помощи в системе здравоохранения, начиная с само реабилитации. Это вот то, как раз то, что происходит в семьях. Затем на уровне общин или благотворительных, общественных организаций. И затем на разных уровнях уже системы здравоохранения. И это тем более актуально для психического здоровья, потому что душевное самочувствие определяется не только качествами личности, но и средой обитания, домашней средой, которая в состоянии либо предотвращать, либо провоцировать или усугублять проблемы психического здоровья, что безусловно требует дальнейших научно-практических исследований, внедрения их результатов для улучшения качества жизни населения всех возрастов и поколений, всех семей. Что мы также собираемся продолжать в рамках нашего проекта российской с международным участием конференции научно-психического здоровья семьи в современном мире. Их было уже вот три. И мы надеемся видеть вас, будем уважаемые коллеги, в 2024 году на очередной конференции психического здоровья семьи в современном мире. Я благодарю вас за внимание. Желаю всем благополучия, здоровья, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok